Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен У нас вот трехтомник, это второй том Деяния апостолов с толкованием блаженного феофилакта И вывел сюда, на экран, в ворд, чтобы удобнее было считать и снимать Это уже шестая у нас кассета Файл Деяния святых апостолов, 3 глава с 19 по 21 стих Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши Да придут времена отрада от лица Господа И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа Которого небо должно было принять до времен совершения всего Что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века Толкование блаженного феофилакта Многие из вас обращаются и спасаются Так как, очевидно, он говорит это к обратившимся уже из них уверовавшим Как же так по незнанию сделали не это? Какое незнание в том, чтобы и спросить на свободу разбойника И не принять в свое общество того, кого присудил Пилат отпустить И напротив убить его? Но он говорил так Отворяет для них двери обращения Поэтому он не говорит Покайтесь в том, на что дерзнули вы в одни распятия Но Да, очиститесь от прочих грехов ваших Вот толкование какое С психологическим анализом Но тут же показывает, что они имеют подвергнутся многим скорбям Потому что такая речь может быть обращена только к тому Кому предстоят слезы И кто ожидает какого-либо утешения Посмотри, как постепенно приближается к цели Слава Иисусу Христу В первой беседе указал на воскресение Иисуса И сидение Его на небесах А здесь указывает уже на Его славное пришествие Которое называет временем обновления Потому что какие еще могли быть другие времена обновления или воскресения И апостол Павел ставит вопрос об этих временах Ибо мы, находясь в этой хижине Воздыхаем под бременем Потому что не хотим совлечься, но облечься Чтобы смертное сие Смертное поглощено было жизнью Если же кто временами обновления вздумает называть времена Следовавшие после завоевания Иерусалима То не встретит никакого препятствия Потому что и времена озлобления и пленения иудеев Бог сократил ради избранных То есть для того, чтобы уверовавшие Обрели обновление и освободились от этого сильного угнетения Показывает причину, почему Он не приходит теперь Говорит, что следует прийти всему к концу Тогда и Он придет Итак, смысл этого текста тот Что многое из предсказанного пророками Еще не исполнилось Но исполняется и имеет исполняться до скончания мира Потому что вознесшийся на небеса Христос Пребудет там до скончания мира И придет с силою тогда, когда исполнится наконец все Что предсказали пророки То есть, когда настанет конец И прекратится все чувственное Тогда Христос будет превыше небес Нужно посмотреть, чуть-чуть отвлечься Сколько времени? Я остался один без Володи Деяния святых апостолов 3 глава 22 по 26 стих Моисей сказал отцам Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка Как меня Слушайтесь его во всем Что он не будет говорить вам И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того Истребится из народа Вот под это попадает 2 миллиарда мусульман Там почти 2 миллиарда буддистов И все пророки от Самуила И после него, сколько их не говорили Так же предвозвестили Деянии Вы сыны пророков И завета, который завещал Бог отцам вашим Говоря Авраму И в семени твоем благословятся все племена земные Бог воскресив Сына Своего Иисуса К вам первым послал Его Благословить вас Отвращая каждого от злых дел Пророком назван по человечеству Эммануил Посредник Как в свое время Моисей Бога и человеков Уподобляя его в переносном смысле Моисею Я позволяю себе назвать его даже Моисеем Афеофилак говорит Истину позволяю себе вас сопоставить с тенью Христос рождается в Ефрееме Моисей родился в Египте Моисей израильтянин Христос по плоти тоже Моисей из рода священнического Христос через Деву Из рода Давидова При Моисею фараон При Христе Ирод Фараон убивает детей Ирод истребляет младенцев Тот избивает детей мужеского пола И этот истребляет мужеский же пол Моисей спасается при посредстве матери Матерь же и вместе с нею спасенный Христос Будущее бессмертное Душа человеческая Несовершенно истребляется Но не спадает из какого-либо Благого состояния Какое прежде была поставлена Так Иуда Исключен из лика апостолов Мы разумеем лишение ее тех благ Какие она имела бы Вкусить Если бы жила Богу угодно Послал Бог и к другим народам Но к вам Распявшим и убившим его Послал прежде Когда же? Только со креста? Нет И после того И после воскресения Благословить вас И спасти Если вы и сами действительно Пожелаете отвратиться От злоб ваших Глава 4 Деяния апостолов 4 глава С 1 по 3 стих Когда они говорили к народу К ним приступили священники Начальники стражи при храме И садукеи Досадуя на то Что они учат народ И проповедуют в Иисусе Воскресение из мертвых И наложили на них руки И отдали их под стражу До утра Ибо уже был вечер Еще не успели апостолы Вздохнуть от прежних искушений И впадают в другие Прежде они оправдываются В народных собраниях И совершают после этого Великое чудо Потом уже После того как стали смелее Вступают по допущению Божию в подвиги А ты обрати взор свой На преуспеяние иудеев В лукавстве и бесстыдстве Прежде при Христе Они искали человека Который бы предал его Теперь уже сами налагают руки Сделавшись после креста Дерзновение и бесстыднее А с ними говорится И воевода церковный Это для того Чтобы в такой обстановке Придать делу характер Публичного обвинения И выдать его Как бы не свое Так стараются делать Они всегда Так поступали иудеи с апостолами Истерегли их Желая смирить их Между тем Продленное время Сделало апостолов Более неустрашимыми Деяние Четвертая глава Четвертый стих Многие же И слушавших Слово Уверовали И было число Таковых людей Около пяти тысяч И нужно же было Сучиться тому Чтобы те Которые уверовали Были из числа Более немощных Но с поспешистой Моя божественным духом Петрова беседа Бросилась семя Вглубь мысли И коснулась Самой души их Связали же Их священники Перед лицом народа Чтобы и самих Смотревших Сделать более Трусливыми Но вышло наоборот А допрашивали Апостолов Наедине Из опасения Чтобы до разновения Их не произвело Влияние на слушателей Комментарии Приджи Христа Осеятели Были приняты учениками Но к деланию К исполнению К сенью Они приступят Только тогда Когда сойдет на них Дух Святой И далее До самой своей Мужчинической кончины Даже перед лицом Мужчителей И даже будучи Прибитой К крестам Они непрерывно Бросают И бросают Семя проповеди Их били Вырывали языки Как Максиму Исповеднику Но и тогда Чудом Божьим Они продолжали Ясно и чисто Проповедовать О любви Божией О любимом Иисусе И бросали Семя проповеди В толпу Рассуждая В обратном порядке Мы можем сказать Что если У верующего Христа Человек не бросает Семя проповеди Не несет труд Благовестия То этим самым Он противится Духу Святому Но и на этой ступени Нарушая прямое указание Христова О проповеди Он не может Остановиться Но становится Противником проповеди Этому искусству Сеятеля Нужно учить Непрерывно И дома И в церкви И за столом И в пути Второзаконие 6.7 И внушай их Детям твоим И говори о них Сидя в доме твоем И едя Дорогою И ложась И вставая От этого То есть от проповеди Зависит наше Вечное спасение Кто не сеятель Тот и не спасется Лука 12.8 Сказываю же вам Всякого Кто исповедует Меня перед человеками И сын человеческий Исповедует Предангелами Божьими Если человек Уверен во Христа И сделался Обиталищем Духа Святого То он не сможет Молчать о жертве Христова И о страданиях Агнца Божия Даже под угрозой Смерти Он все равно Будет бросать Это семя любви Иеремия 20 глава 9 стих И подумал я Не буду я напоминать О нем И не буду более Говорить во имя его Но было в сердце моем Как бы горящий огонь Заключенный в костях Моих Я истомился Удерживая его И не мог Конец комментария Деяние 4 глава С 5 по 10 стих На другой день Собрались в Иерусалим Начальники Их и старейшины И книжники И Анна первосвященник И Каяфа И Иоанн И Александр И прочие из рода Первосвященнического И поставив их посреди Спрашивали Какой силой Или каким именем Вы сделали это Тогда Петр Исполнившись Духа Святого Сказал им Начальники народа И старейшины Израильские Если от нас Сегодня требуют Ответа в благодеянии Человеку немощному Как он исцелен То да будет известно Всем вам И всему народу Израильскому Что именем Иисуса Христа Назарея Которого Вы распили Которого Бог Воскресил из мертвых Им поставлен Он перед вами Здрав Толкование Кроме других Неправ По отношению К апостолам Они Князи Старцы Книжники Архиереи В действиях Не соблюдали Даже и требований Закона Обратите внимание Хотя на множество Архиереев Между тем По закону Должен быть один Пока он жив И на этот раз Придали делу Форму суда Чтобы потребовать Апостолов К ответу Перед неправильным Судом Разузнавали Какую силу Или каким именем И однако Сами знали Потому что Задержали апостолов Вследствие того Именно Что тяготились Проповедью их О воскресении Во Христе Итак Для чего Они уже допрашивают Они ожидали Что апостол Убоявшись Суда и множества Откажутся От своих слов И думали Исправить Этим Все дело Потому что Посмотри Как коварно Спрашивают Какой силой Или каким именем Вы сделали Это Да Да Они более Желали Чтобы апостол Провозносили Исцеление Делом своим Чем делом Силы Христовой Но посмотри В какое затруднение Ставили они апостолов Они не хотели Даже Чтобы произнесено Было слово Исцеление Хромого Потому что Почему же Они не говорят Что именно Замечай Какая философия Там где требует Нужна Петр Очень укоряет Их Так он назвал Их Почетными именами Ну а когда Приступил К самому делу Тогда уже Не отступает От подобающего Обличения Костяно напоминая им Что по поводу Таковых дел Они всегда И спорили В суде И выходили Не радуясь А что он говорит Так это вот что Скорее следовало Увенчать Нас за это И провозгласить Как благодетели Что вы Выслушали ушами О том Проповедуйте По домам Во имя Иисуса Христа Назарея Не подумайте Говорит Что мы скрываем Отечество Его Нет Мы Отечество Объявляем Этого мало Мы И страдания Его исповедуем И воскресения Проповедуем Которого Вы распяли Произнесы Такие слова Такое слово Которое способно Было устрашить Иудеев Потому что Как ты думаешь Какой удар Наносится им Этими словами Комментарии Даю Главная проповедь Проповедь о победе Христа над дьяволом Христос воскрес Были у Христа Ученики Которые в течение Всего года Эти слова Использовали Как приветствие Проповедь о воскресении Отмечает христианство Всех религий мира Бывших И существующих И грядущих Самый страшный Враг человека Смерть И окончательная Победа над ней Будет только На страшном суде Но духовно Она уже одержана Христом на Голгофе При его воскресении 1 Коринфян 15.54 Когда же тленное Сие облечется В нетление И смертное Сие облечется В бессмертие Тогда сбудутся Слово Написанное Поглощена Смерть Победою Истомленное Тяготами войны Потерпевание И счастливые потери С каким нетерпением И надеждой Люди ожидали Окончания войны Оставшиеся в живых Свидетели В своих воспоминаниях Все доедино Воспоминают Как они услышали Весть о победе Вот в этой войне И какое чувство Радости Торжества Охватило их Даже среди ночи Если верующего Спаситель Вождь атеистов В суду Судья А жена В подвале В подвале Нашли Передаточные Там как Станции Или что Он связан был С японской разведкой Я с японской разведкой Вот кто я Ну а потом На СРУ Перекинули Все Я знаю Это вот Они это все Говорят Враги народа И как они боялись Прочитать что-то Для меня Это все Очень и очень Близко Деяние апостолов 4 глава 11-12 стихи Он есть камень Пренебреженный Вами зиждущими Но сделавшийся Главой угла И нет Ни в ком Ином спасения Ибо нет Другого имени Под небом Данного человеком Которым Надлежало бы Нам спастись Вот эти слова Я всегда делаю Слова из Писания Жирным Курсивым И красным светом Дальше Толкование Блаженного Ферфилакта Таков То есть Тщательно Испробован Тот камень Который стал Главой этих двух Сплоченных через него В одно здание Церкви Народов То есть Уверовавшего народа Иудейского И всего Уверовавшего Иезыщества Здесь возвещается Уже И высокий Истины Да Как только Настал сейчас Научить То и пророчества Обходят апостолы И когда Наступало время Говорить с дерзновением Тогда они Излагали уже Одни свои мысли Потому что Когда не было Ничего такого Чем бы можно было Подействовать На слушателей С целью Исправления их Но когда Следовало смело Возвестить Истину Тогда апостолы Уже Не щадят Известно Говорит всем Что Не нам Одним Даровано Это имя Но и всем Так как Иудеи Признавали Воскресение Но поверхностно И детски Деяния апостолов 4 глава 13-14 стихи Видя смелость Петра Ивана И приметив Что они люди Не книжные И простые Они удивлялись Между тем Узнавали Что они Были с Иисусом Видя же Исцеленного человека Стоящего С ними Ничего не могли Сказать Вопреки То есть Как узнали Что Они Апостолы Были с Иисусом Вот главное Наше качество Чтобы люди Видели Что мы С Христом Были и есть Возможно Быть и неграмотным Некнижным И непростым И простым И небезграмотным Но тут Совпадало То и другое То есть И неграмотность И простота Поэтому Иудеи И удивлялись Когда Петр И Иоанн Говорили И ораторствовали Потому что Тогда они Одни были с ним И видели Иудеи Тогда их Смиренными И униженными И это То есть Неожиданное Перемена Особенно Поразило Их Потому что Тот Кто тогда Не мог Снести взгляда Вопрошавшей Рабыни Петр Тот Теперь приходит В среду Таких Архиереев И в Синедрион И говорит С дерзновением Комментарии Смысл всех выступлений Апостолов Был один Христос Воскрес Из мертвых Спасение Только во Христе Деяния 4.12 Ибо нет Другого имени Под небом Данного Человеком Которым Надлежало бы Нам Спастись 1 Коринфян 2.4.5 Ибо я рассудил Быть у вас Не знающим Ничего Кроме Иисуса Христа И притом Распятого И слово Мое И проповедь Моя Не в убедительных Словах Человеческой Мудрости Но В явлении Духа И силы Чтобы вера Ваша Утверждалась Не на мудрости Человеческой Но на силе Божией 1 Коринфян 1.17 Ибо Христос Послал Меня Не крестить А Благовествовать Не в премудрости Слова Чтобы не упразднить Креста Христовым Благовестия Сколько пишется Сегодня о выступлении Иерархов Священников На различных Конгрессах Съездах Форумах И парихальных Собраниях Сколько они Ораторствуют О духовности О традиции О возрождении О храмах Но не о рождении Свыше Не о любви К Богу Всем сердцем Выступление Сегодняшних Ораторов Отличается От проповедей Апостолов Как земля От неба Деяния апостолов 4 глава С 15 по 22 стихи И призвав их Приказав им Выйти вон из Синедриона Рассуждали между собой Говоря Что нам делать С этими людьми Ибо всем Живущим В Иерусалиме Известно Что ими Сделано Явное чудо И мы не можем Отвергнуть всего Но чтобы Более не разгласилось Это в народе С угрозой Запретим им Чтобы не говорили Об имени всем Никому из людей И призвав их Приказали им Отнюдь не говорить И не учить Они имени Иисуса Но Петр и Иоанн Сказали им в ответ Судите Справедливо ли Перед Богом Слушать вас Более Нежели Бога Мы не можем Не говорить Того Что видели И слышали Они же Пригрозив Отпустили их Не находя Возможности Наказать их По причине Народа Потому что Все прославляли Бога За происшедшее Ибо лет Более сорока Было тому человеку Над которым Сделалось Сие чудо Исцеление Почему не приводят Священники Их к Пилату Но судят Их сами Потому что Стыдились И краснели За прежнее И опасались Чтобы апостолы Не обвинили Их Деяние 4 23 28 Был отпущены Они пришли К своим И пересказали Что говорили Имперосвященники И старейшины А они же Выслушав Единодушного Возвысили Голос К Богу И сказали Владыка Божия Сотворивший Небо И земли И море И все Что в них Ты устами Отца Нашего Давида Раба Твоего Сказал Духом Святым Что Уметутся Язычники И народы Замышляют Молитва Какая Вспоминают Правителей Вот такая Должна Быть Молитва Как Сегодня Стали Вы Говорит И сейчас На нас Нападает Роспотребнадзор Там Яровая Президента Помянуть Там Путина Дональда Которые Мешают Проповедовать Если Мешают Не надо Этого Бояться Возвещают Не по Чистолюбию Но Чтобы Показать Явное Свидетельство Благодати Христовой Смотри Как Целесообразны Молитвы Апостол Своей Молитвой И дают Разуметь Что и Творец Мира И Отец Спасителя Один и Тот же Бог Потому что Им Дарованы Оба Завета Выставляют На вид Пророчества Это Как бы Прося Бога Об исполнении Договора И вместе С тем Утешая Себя Тем Что Напрасно Помышляют Об этом Враги Деяние 4.29.31 Иные Господи Воздри На угрозы Их И дай Рабам Твоим Со всей Смелостью Говорить Слово Твое Тогда Как Ты Простираешь Руку Твою На исцеление И На соделание Знамения И чудес Именем Святого Сына Твоего Иисуса И по Молитве Их Поколебалось Место Где Они Были Собраны И И Исполнили Все Духа Святого И Говорили Слово Божие С дерзновением Толкование Блаженного Фифолакта Ты Благий Мудрый Художник Который Дело Врагов Обращаешь Во исполнение Воли Твоей Потому что Они Священники И прочие Иудеи Сошлись Как Враги А делали То Что Тебе Угодно Было А что За Выражение Рука Твоя Выражение Это По моему Мнению Означает Здесь Власть И Волю Оно Однозначно С выражением Достаточно Восхотеть Тебе Одному Потому что Никто Не предопределяет Того Что Ты Установляешь Не сказали Порази Их И не зри Поколебалось Место Это Было Свидетельством Божьего Посещения И Того Что Они Были Услышаны Потому что Иногда Это Бывает Признаком Гнева А иногда Знамением Посещения Молились же Апостолы Не о том Чтобы избавиться От перенесения Трудностей Но Об успехе Проповеди Но Для чего же Бог Потряс Дом Чтобы На угрожавших Навести Страх А апостолам Придать Бодрости Так как Было Еще Начало Проповеди То Необходимо Было Чувственное Знамение Итак Поколебалось Место И еще Более Утвердило Апостолов Комментарии Вот Меня иногда Спрашивают Зачем Вы Комментарии Дали Затем Чтобы Приблизить К сегодняшним Дням Ибо Слово Божие Живо И Действенно По Велению Духа Святого По Замыслам Божьим О Спасении Человека Проповедь Была Поставлена Самим Господом Богом На Первое Место Миссия Духа Святого Заключалась В первую В том Чтобы Ученики Христовы Облеклись Силой Свыше И Стали Безбоязненно Проповедовать Всюду Евангелие Спасения Лука 24 49 И я Пошлю Обетование Отца Моего На вас Вы же Оставайтесь В городе Иерусалиме Наколе Не Облещетесь Силой Свыше Деяние 1.8 Но Вы Примите Силу Когда Сойдет На вас Дух Святой И Будете Мне Свидетелем Иерусалиме Во всем Иудее Самаре И даже На крае Земли Вот Интересно Сегодня Как будто Священники Никогда Не слышали О том Чем угодно Занимаются Треба Акафисты Считают Нам некогда Нам некогда Я не верю Что это от Бога Бог не может С чем-то Загружать Асла На которого Садится Христу Хоть Сто пивных Ящиков На него Положите Уберите Все Спихните Начинайте Проповедовать Акафисты Бабка Любая Просчитают А проповедь Тебе Вверена Иди По людям Из дома В дом Не пойдут Об успехе Проповеди Молились Апостол День и ночь Об успехе Проповеди Это слова Которые Феофелок Говорит Я их делаю Жирным И подчеркиваю Черным Об успехе Проповеди Они просили Молиться Учеников Своих 1 Коринф 16 9 Ибо для меня Отверство Великое И широкая Дверь И противников Много 2 Коринф 12 Придя В Троаду Для благовествования Христе Хотя В ней Отверство Было Дверь Господом Колоссиным 4 3 Молитесь Так же И о нас Что Бог Отверст Нам Дверь Для слова Возвещать Тайну Христову Я когда Многократно Это повторяю Слово Стараюсь Пробить Забетонированные Мозги Священников Успех Проповеди Означает Что она Непрестанно Звучит Ибо Только Через Проповедь Евангелия Только Через Благовести Могут Обратиться Души Ко Христу Все Иное Хождение По Традиции Церковь И даже Соблюдение Всех Предписаний Церкви Самое Большее Что Может Создать Это Ревностного Поклонника Данной Религии Но Не Возрожденную Душу Религия Без Духа Без Огня Духа Святого Обмана И Никого Не Спасают Прощаясь Со Своими Учениками Христос На Целые Тысячелетия Вперед Дает Одну Главную Заповедь Любви И в этом Весь Закон И Пророки Спасти Ближнего Через Проповедь Матфея 22 40 На Сих Двух Заповедях Утверждается Весь Закон И Пророки Римлян 13 9 Ибо заповеди Не прелюбодействуй Не убивай Не кради Не лжесвидетельствуй Не пожелай Чужого И все другие Заключаются Всем слове Люби Ближнего Твоего Как Самого Себя Там где нет Проповеди о Христе Там не может быть И любви И нет Исполнения Главной заповеди Божией Марка 16 15 И Сказала Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Всей твари А за нарушение Главной заповеди И самое страшное Наказание Сегодня в православной Церкви упор Сделан на Богослужение А о чем молиться Люди не знают А просят только О нужных Насущных Нужно же Постоянно И всем Молиться Об успехе Проповеди Это слова Фетиланда К молитве Об успехе Проповеди Побуждает Дух Святой Побуждает Все Слово Божие И кто не старается Об успехе Проповеди Тот делает Молитву Свою Неугодной Богу Притча 28 9 Ухо свое От слушания Закона Того и молитва Мерзость Притча 15 8 Жертва Несчастивых Мерзость Перед Господом А молитва Правильных Благоугодно Ему Молились же Апостолы Не о том Чтобы избавиться От перенесения Трудностей Но Об успехе Проповеди И вот это Слово Об успехе Проповеди Я стараюсь Буквально Вдолбить Вот все На этом Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!